Парадокс ферме «Одинокие ли мы во Вселенной?» Новости космоса и космонавтики на highnews.ru Новости высоких технологий космос Парадокс ферме «Одинокие ли мы во Вселенной?» Илья Хель Bayhela.hela Вчера, в 14.00, вчера, в 14 часов 6587 просмотров. Думаю, во всем мире не найдется человека, который, оказываясь в хорошем месте с видом на звезды хорошей звездной ночью и поднимая глаза, не испытывает эмоций совершенно. Некоторые просто испытывают ощущение накатывающей эпической красоты, некоторые задумываются о величии Вселенной. Кто-то погружается в старый добрый экзистенциальный омут, чувствуя себя странно еще по меньшей мере полчаса. Но все что-то чувствует. Физик Энрико Ферме тоже кое-что почувствовал, где все. Звездное небо кажется огромным, но все, что мы видим, является частью нашего небольшого дворика. В лучшем случае, когда поблизости нет населенных пунктов совершенно, мы видим порядка 2500 звезд, то есть одну стомиллионную часть звезд нашей галактики, и почти все они находятся менее чем в тысячи световых годах от нас, 1% диаметром Лечного Пути. На самом деле мы видим это. Сталкиваясь с темой звезд и галактик, люди неизбежно начинают задаваться вопросом, существует ли там разумная жизнь. Давайте возьмем немного чисел. В наблюдаемой Вселенной почти столько же галактик, сколько звезд в нашей галактике, 100, 400 миллиардов, поэтому на каждую звезду в Млечном Пути есть своя галактика за его пределами. Все вместе они составляют порядка 10-22-10-24 звезд в общей сложности, то есть на каждую песчинку на Земле приходится 10 тысяч звезд там. Научное сообщество пока не пришло к общему соглашению о том, какой процент этих звезд представлен с анцеподобными, похожими по размерам, температуре и светимости, мнение обычно сводится к 5-20%. Если взять самую консервативную оценку, 5% и нижний предел общего числа звезд, 10-22, во Вселенной окажется 500 квинтиллионов или 500 миллиардов миллиардов санцеподобных звезд. Имеет место также спор о том, какой процент из этих санцеподобных звезд будет обладать землеподобной планетой, планетой земного типа, с похожими температурными условиями, позволяющими существование жидкой воды и потенциальной поддержки жизни. Некоторые говорят, что их может доходить до 50%, но консервативная оценка недавнего исследования показала, что их будет не больше и не меньше 22%. Это позволяет предположить, что потенциально обитаемые землеподобные планеты вращаются по меньшей мере вокруг 1% общего числа звезд во Вселенной, в общей сложности 100 миллиардов миллиардов землеподобных планет. Итак, есть сотни планет земного типа на каждую песчинку в нашем мире. Подумайте об этом в следующий раз, когда окажетесь на пляже. Двигаясь дальше, нам не остается ничего иного, как оставаться в рамках сугубой теоретизации. Давайте представим, что после миллиардов лет существования на 1% планет земного типа развелась жизнь. Если это правда, каждая песчинка будет представлять собой одну планету с жизнью. И представьте, что на 1% этих планет жизнь сумела добраться до уровня интеллекта, похожего на земной. Это означало бы, что в наблюдаемой Вселенной существуют 10 квадрии ионов, или 10 миллионов миллионов разумных цивилизаций. Вернемся к нашей галактике и проделаем тот же фокус с нижним пределом оценки звезд в Млечном Пути, 100 миллиардов, получим миллиард планет земного типа и 100 тысяч разумных цивилизаций только в нашей галактике. САТИ Поиск внеземного разума, это организация, которая занимается тем, что пытается услышать сигналы другой разумной жизни. Если мы правы и в нашей галактике 100 тысяч или больше разумных цивилизаций, и хотя бы часть из них посылает радиоволны или лазерные лучи, пытаясь связаться с другими, САТИ должна была поймать это сигналы хотя бы разок. Но не поймала. Ни одного. Ни разу. Где все? Это странно. Наше Солнце, относительно молодое по меркам Вселенной. Есть звезды намного старше с планетами земного типа, которые тоже старше, что в теории должно говорить о существовании цивилизаций, которые намного более развитые, чем наша собственная. К примеру, давайте сравним нашу Землю возрастом в 4,54 миллиарда лет с гипотетической планетой X возрастом в 8 миллиардов лет. Если у планеты X будет похожая на земную история, давайте взглянем, где должна быть ее цивилизация сегодня. Оранжевый промежуток покажет, насколько велик зеленый. Технологии и знания цивилизации, которые старше нашей на тысячу лет, могут шокировать нас так, как наш мир, человека из Средневековья. Цивилизация, которая впереди нас на миллион лет, может быть непонятной для нас, как человеческая культура, для шимпанзи. И планета X, допустим, находится на 3,4 миллиарда лет впереди нас. Существует так называемая шкала Кардашева, которая поможет нам определить разумные цивилизации в три широких категории в зависимости от количества энергии, которую они используют. Цивилизация, типа, использует всю энергию своей планеты. Мы пока не добрались до цивилизации, типа, но приближаемся к этому. Карл Саган назвал нас цивилизацией 0,7 типа. Цивилизация, типа, использует всю энергию своей родной звезды. Наши слабые мозги с трудом могут представить, как это, но мы попытались, нарисовав что-то вроде сферы Дайсона. Она поглощает энергию, излучаемую Солнцем, и ее можно перенаправить на нужды цивилизации. Цивилизация, 3, типа, сдувает два предыдущих, используя энергию, сопоставимую с тем, что вырабатывает весь Млечный Путь. Если в такой уровень развития сложно поверить, не забывайте, что планета, X, обладает уровнем развития, на 3,4 миллиарда лет превышающим наш. Если цивилизация на планете, X, была похожа на нашу и смогла развиться до цивилизации, 3, типа, логично предположить, что к нынешнему моменту они точно дошли до межзвездных путешествий, а может, и колонизировали всю галактику. Одна из гипотез о том, как может происходить колонизация галактики, заключается в создании машины, которая может лететь на другие планеты, проводить 500 лет или около того, занимаясь самовоспроизводством, используя сырые материалы планеты, а затем отправлять две реплики и делать то же самое. Даже без того, чтобы путешествовать со скоростью света, этот процесс колонизировал бы целую галактику всего за 3,75 миллиона лет, мгновение по меркам миллиардов лет существования планет. Продолжаем размышлять. Если 1% разумной жизни выживает достаточно долго, чтобы стать потенциальной колонизирующей галактику цивилизацией, типа, наши расчеты выше наводят на мысли, что только в нашей галактике должно быть не меньше тысячи цивилизаций, типа, и, учитывая мощь таких цивилизаций, их присутствие едва ли осталось бы незамеченным. Но ничего нет, мы ничего не видим, не слышим, никто нас не посещает. Где же все? Доброе пожаловать в парадокс-ферме. У нас нет ответа на парадокс-ферме, лучшее, что мы можем сделать, это возможные объяснения. И если вы спросите 10 разных ученых, вы получите 10 разных ответов. Чтобы вы подумали о людях прошлого, которые обсуждают, круглая или плоская земля, вращается вокруг нее солнце или она вокруг него, дарит ли молнии всемогущий Зевс. Они кажутся такими примитивными и дремучими. То же самое можно сказать о нас, рассуждающих на тему парадокса-ферме. Глядя на наиболее обсуждаемые возможные объяснения парадокса-ферме, стоит разделить их на две большие контегории, те объяснения, которые предполагают, что никаких признаков цивилизации типа 2 и 3 нет, потому что их просто нет. И те, которые предполагают, что мы не видим и не слышим их по некоторым причинам. Ай, группа объяснений, никаких признаков высших цивилизаций. 2 и 3 типа нет, потому что никаких высших цивилизаций не существуют те, кто придерживается объяснений. Ай, группы, указывают на то, что называется проблемой неисключительности. Она отвергает любую теорию, которая утверждает, существуют высшие цивилизации, но ни одна из них не пыталась связаться с нами, потому что все они люди группы. Ай, смотрит на математику, которая говорит, что должны быть тысячи или миллионы высших цивилизаций, поэтому хотя бы одна должна быть исключением из правил. Даже если теория поддерживает существование 99,9% высших цивилизаций, остальное 0,01% будет отличаться, и мы о нем точно узнаем. Таким образом, говорят приверженцы объяснений первой группы сверхразвитых цивилизаций не существует. И поскольку расчеты говорят о тысячах таких только в нашей галактике, должно быть что-то еще. И это что-то еще называется великим фильтром. Теория великого фильтра гласит, что в определенной точке от самого зарождения жизни до цивилизации типа есть некая стена, от которую ударяются практически все жизненные попытки. Это некая ступень в длинном эволюционном процессе, сквозь которую жизнь практически не может пройти. И она называется великий фильтр. Если эта теория верна, остается большой вопрос, на каком отрезке времени возникает великий фильтр. Оказывается, когда речь заходит о судьбах человечества, этот вопрос становится очень важным. В зависимости от того, где возникает великий фильтр, мы остаемся с тремя возможными реалиями, мы редкие, мы первые или нам крышка. Один. Мы, редкость, великий фильтр позади есть надежда, что великий фильтр остался позади нас, нам удалось его пройти, и это будет означать, что жизни крайне сложно развиться до интеллекта нашего уровня, и происходит это крайне редко. Диаграмма ниже показывает, что только два вида проделали это в прошлом, и мы, один из них, этот сценарий мог бы объяснить, почему цивилизации типа нет. Но он также означал бы, что мы можем быть одним из нескольких исключений. То есть у нас есть надежда. На первый взгляд, это выглядит так же, как люди считали, что Земля находится в центре вселенной пятьсот лет назад, думали, что они особенные, и мы сегодня тоже можем так подумать. Но так называемый эффект выборочности наблюдения говорит, что вне зависимости от того, будет ли наше положение редким или довольно распространенным, мы будем стремиться видеть первое. Это и приводит к тому, что мы допускаем возможность того, что мы особенные. И если мы особенные, когда именно мы стали особенными, то есть какой шаг мы прошли там, где застревают остальные. Одна из возможностей, великий фильтр мог быть в самом начале, таким образом, само начало жизни не было крайне необычным событием. Этот вариант хорош, потому что понадобились миллиарды лет, чтобы жизнь наконец появилась, и мы пытались повторить это событие в лаборатории, но у нас ничего не получилось. Если виной всему великий фильтр, это будет означать не только, что во Вселенной может и не быть разумной жизни, это будет говорить о том, что жизни вообще может и не быть за пределами нашей планеты. Другая возможность, великий фильтр мог быть переходом от простых прокариотических клеток к сложным эукариотическим клеткам. После того, как прокариоты появляются на свет, им нужно по меньшей мере 2 миллиарда лет, прежде чем они смогут осуществить эволюционный скачок, стать сложными и заполучить ядро. Если в этом весь великий фильтр, это может говорить о том, что Вселенная кишит простыми эукариотическими клетками и все. Есть и ряд других возможностей, некоторые даже считают, что даже наш последний скачок до нынешнего интеллекта может быть признаком великого фильтра. Хотя скачок от полуразумной жизни шимпанзи к разумной жизни люди не кажутся чудесным шагом, Стивен Пинкер отвергает идею неизбежного подъема в процессе эволюции, поскольку эволюция не ставит цель, а просто происходит. Она использует адаптацию, которая будет полезна для конкретной экологической ниши, и факт того, что она на Земле привела к технологическому разуму, уже сам по себе может говорить о том, что такой результат естественного отбора весьма редак и не является привычным следствием эволюции древа жизни. Большинство скачков не расценивают как кандидатов на великий фильтр. Любой возможный великий фильтр должен быть вещью из разряда один на миллиард, когда должно произойти что-то невероятно странное, чтобы обеспечить сумасшедшее исключение. По этой причине переход от одноклеточной к многоклеточной жизни не берется во внимание, потому что только на нашей планете он произошел 46 раз в виде изолированных событий. По той же причине, если мы найдем окаменевшие укариотические клетки на Марсе, они не будут признаком великого фильтра, как и ничто другое, случившееся до этого момента в эволюционной цепочке, потому что если на Земле и Марсе это произошло, значит, произойдет где-то еще. Если мы действительно редкость, это может быть из-за странного биологического события, а также связано с тем, что называют гипотезой редкой Земли, которая говорит, что может быть множество планет земного типа с похожими на земные условия, но отдельные условия на Земле, специфика Солнечной системы, связь с Луной, Большая Луна редкость для таких маленьких планет, или что-то в самой планете может сделать ее